Внимание, внимание! В эфире первый экспериментальный выпуск концентрированных новостей от Забебы. Уже через 2 минуты ты будешь знать абсолютно все, что произошло в Днепропетровске за прошедшую неделю. А теперь по порядку о главном на прошлой неделе. Продолжаем разгребать последствия выборов. Три ветви власти, а именно мэр, исполком и горсовет, продолжают хромать на все три своих существующих ноги. Исполкома нет? Мы не спереди, мы спереди нас. Горсовета нет? На следующий момент зарегистрировано 300 депутатов. У нашего форума объявляю первый раз. Спасибо. Горсовета не будет, горсовета нет! Горсовет собирался-собирался, да не собрался! Казалось бы, нет власти, да и чушь бы с ней. Однако нет, все не так хорошо. Во-первых, в городе полным-полно бабок. Например, их можно было потратить на квартиры атошникам. Ну а пока, на этой неделе, новоиспеченный мэр Борис Альбертович Филатов успел отчитаться о проделанной работе. У меня очень напряженный график, я нахожусь на работе буквально в сегодняшней неделе. Если будут какие-то ко мне вопросы, пожалуйста, мои двери всегда открыты. На сегодняшний день достижений три. В феврале начнется строиться метро. Воры Кобелей будут пойманы совместно с новоиспеченной полицией. А в Тарамском и Северном все станет вообще зашибись. Мы сможем установить одинаковый равный тариф для всех жителей города Днепропетровска. А теперь о насущном. Первым замом Бориса Альбертовича Филатова стал господин Тогребов. Тот самый, который однажды мастерски уделал гражданку Фреймут в ресторане Кост. А вот еще одна ржака. Областной бюджет таки взяли и приняли. Правда, к его приемке имеют отношения все те же самые старые депутаты, которых технично созвал УДОТ. Но зато бюджет есть. Несмотря на кажущееся затишье, горсовет очень занят. Там происходит дележ кабинетов и их инвентаризация. Вы члены комиссии? Нет. Я журналист. Липкие слухи, ползающие по Днепропетровску о том, что якобы Игорь Валерьевич Коломойский вознамерился распустить легендарный футбольный клуб Днепр, оказались уткой. Посчитал необходимым добавить в последний момент небольшую ремарочку за первый выпуск Забеба Ньюз. Ребята, это тест. Мы как бы просто осваиваем новый формат скоростных новостей, поэтому контент скорее тестовый, а в поиске формы мы еще находимся. Но я думаю, что мы сейчас успешно это поборем и новый формат себя будет очень здорово веселить и бодро информировать. Мы действительно хотим сделать новости, а не просто какой-нибудь Политмачилова. Поэтому спасибо за ваши отзывы в комментариях. Если вы постараетесь сделать нас лучше, мы будем стараться быть хорошими именно для вас.